Александр Сорта Хомо Лапласус Озвучка и спецэффекты Паль Городенский Какого дьявола ты убил таксиста? Я, усатый мужчина, рядом со мной обмяк на сиденье и не шевелился. Я попытался нащупать пульс, пульса не было. Жаб, просунув голову в пассажирское окно, дико вращал глазами и грыз ногти. И что будем делать? Спросил он нервно. Я его не убивал. Он только что дал мне сдачу и вдруг... Да открой ты эту дверцу! Я открыл и жаб вытащил меня за шиворот из машины. Не отпуская руку, он потащил меня к подъезду, а потом вверх по лестнице. Только когда за нами захлопнулась дверь его квартиры, жаб сказал... Итак, тебя сегодня должны были убить? Ну, если верить головоногому, да. Правда, он предсказывал сложности. Похоже, это они... Пробормотал жаб. Тебя кто-то защищает. Да я уже семь лет как нахрен им не нужен. Но защищать-то зачем? Минуло время, когда я считал, что пишу историю. Теперь история писала и расписывала меня, как хотела. После того, как однажды видящие разрушили мою жизнь. Повезло, что мой друг детства был одним из них. По крайней мере, голову мне сохранили. Чего не скажешь о других, кого убили из-за меня. Жаб пожевал задумчиво губы. Когда он так кривил свой широкий рот, я всегда отворачивался. Слишком похоже было на земноводное, давшее ему облик и имя. А тут у него еще и от волнения липкий пот выступал крупными каплями на зеленоватой коже. Так, стоп. Надо последовать его примеру и пошевелить мозгами. Итак, что делал таксист после того, как отдал мне сдачу? Что он говорил в рацию? М-26. Заканчиваю. Еду на семь углов. И потянулся за пазуху. Я тогда не придал значения. Думал, он просто кошелек убирал. Почему убить меня посылает обычного киллера, а защищает меня видящий? Ведь можно нанять видящего убийцу, а там тромб или микровзрыв в гипоталамусе, или что они обычно делают. Я никогда, жаба, не спрашивал, как это работает. Странно, но я никого не чувствую, пробормотал жаб. Так, сейчас мы в безопасности и можем спуститься. И я знаю, что ты уже все придумал, но говори, куда мы сейчас поедем? На семь углов. Я хлопнул его по спине и кинулся к двери. Давай. А конкретнее? Я не слушал его. Бежал вниз по лестнице. Вскоре мы кое-как перетащили труп с водительского сиденья на заднее, постоянно оглядываясь. Никто не смотрел. Во внутреннем кармане куртки водилы нашелся складной нож. Интересно. Так что там на семи углах? Бросил жаб, выруливая со двора. Вот и я пытаюсь понять. Вывернув карманы таксиста, я нашел телефон. Какие-то фантики, чеки и кошелек. Телефон запаролен. В кошельке карта и немного нала. Паспорт вроде неподдельный. Я стал перебирать чеки. Банкомат продуктовый, так-так-так. Вот оно. Ресторан Эль Путио. Два кофе сегодня утром. Площадь Семи Углов, Семь. Жаб, остановись у Эль Путио. Нам туда. Бросил я другу. Ничего не видишь? Давай я не буду этого на ходу делать, спылил он. Еще врежем все чего доброго вон в тот грузовик. Грузовика на дороге не было. Однако я согласился. И в самом деле, жабу ведь нужно фильтровать восприятие. Хомо Лапласус. Они же вроде такого демона Лапласа, только в ограниченных масштабах. Абсолютный лапласовский демон, зная положение и траектории всех частиц во Вселенной, может просчитать будущее. У наших мутантов эта способность ограниченная, хоть и у всех по-разному. Один видит в радиусе километра на сутки вперед, а другой, как жаб, полчаса в пределах 200 метров. И хотя это сравнительно немного, четырехмерное зрение ему сейчас только помешает. Жаб говорит, а нередко включает это видение. Слишком уж тяжело в нем разбираться. «Представь себе», — объяснял он, — «большой многоэтажный дом. Ну, как будто с него стену сняли. И ты за всеми жильцами сразу подглядываешь, а не только за переодевающейся девушкой. И в этом человеньке кто-то спит, кто-то делает уроки, кто-то ссорится, кто-то любовью занимается, а кто-то, ну, не знаю, холодильник размораживает. И все это одновременно у меня в башке, помноженное на ближайшие полчаса. Ну, как? «И ты не свихнулся?» — спросил тогда я. «Ну, к этому привыкаешь. Хотя постоянно так никто не живет, конечно». Жаб пожал плечами и добавил. Ну, кроме разве что Оракула. Мы тормознули у Эль Путио. Так кто мог желать моей смерти, кроме Лапласиан? Впрочем, им я тоже ничего плохого не сделал, хоть и очень хотел. Я многозначительно посмотрел на друга. Тот застыл на мгновение, глядя в никуда выпученными глазами, и вздрогнул. «Опасности нет. Но там кто-то очень сильный. Он замялся, словно размышляя, стоит ли говорить. Не уверен, что поможет, но на всякий случай ничего ему не отдавай. Значит, в ближайшие полчаса нас не убьют, но это не точно. А в Эль Путио сидит сильный телепат, и это дает помехи. Все эти лапласианцы такие. Знают будущее и хотят его изменить в собственных интересах. Особенно, если сталкиваются лбами в одной линии событий. Их четко прорисованное четвертое измерение расплывается и превращается в кашу из вероятностей, когда рядом находится такой же видящий. Получается, будто смотришь на несколько ходов вперед в шахматной партии и видишь все варианты развития игры одновременно. Итак, главное, ничего ему не отдавать, кто бы этот он ни был. Главное, постоянно держать совет жаба в голове. Я подошел к стойке и бросил бармену. М-26, прибыл. Бармен, бледный мужчина с перевязанной шарфом шеей, просипел. Ты не он. Верно, ответил я, достав из кармана сложенный нож. Бармен поднял руку к нему, но я вовремя спохватился. Советами жаба нельзя пренебрегать. Нож снова оказался у меня в кармане. Однако по глазам бармена я все понял. Значит, он и не должен был меня убить. Вы меня заманили. Умный парень. Оскалился он и бросил взгляд на дверь. Вошел посетитель. В его походке было что-то неправильное. Какие-то странные плавные ужимки, будто кости у него были слишком мягкие для прямохождения. Он присел за угловой столик к типу с синеватой кожей и открыл меню. Вверх ногами. Жаб, какого черта? Ты же говорил, что все будет нормально. Бледно-зеленый жаб захлопал полными губами, косясь на бармена. Похоже, их тут много. Они мне сбили всю чуйку. Глаза его панически вращались. Голос дрожал. Я же говорил. Эти трое мне внушили. Не трое! Качнул головой бармен. И снова указал глазами на дверь. В кафе вошла компания из пяти человек. Один другого краша. Мужчина с чешуйчатым лицом, парнишка с перепонками между пальцами, молодой человек с бугристой кожей и две девушки. Сестры, судя по одинаковому разрезу. Жабр? Цирк уродов. Передернув плечами, пробормотал я. Бармен одобрительно усмехнулся. Он уже размотал шарф. Я и так догадался, что его сиплый голос с простудой связан не был. Это посвистывали жабры. А видящие любят, когда при них высказывается вслух. Какой смысл молчать, если твою голову читают как книжку? Жаб как-то говорил, что мысли они видят так же, как и будущее, только в меньшем масштабе. Он объяснял так. Ты словно просвечиваешь чужую голову и видишь, как по нейронам идут сигналы. Остается только их расшифровать. Но, ясное дело, шифр у нас врожденный. Мы это делаем автоматически. Примерно как ты буквы в слова складываешь. А в кафе все продолжали пребывать рыбоподобные фрики. Я с завистью смотрел в их скользкие рожи. Уж они-то, в отличие от меня, знают, что случится в следующую секунду. Видящих иногда зовут и телепатами, хотя их способности не ограничиваются телепатией. Воздействие на нейроны в микроскопическом масштабе попахивает еще и телекинезом. Но никто пока не понял, почему они выглядят как морской коктейль. Есть версия, что гены лаплосианства сцеплены с древними участками ДНК, которые связаны с тем, что зародыш человека похож сначала на зародыш рыбы, потом амфибии и так далее. Как это называется? Да какая разница? У некоторых эмбрионов пробуждаются эти самые сцепленные с рыбьями или жабьями телепатической гены, и зародыш перекашивает в сторону предыдущих эволюционных стадий. Ребенок вырастает с внешними признаками амфибий или рыб, а то и вовсе моллюсков. «Оракул скоро будет здесь», — прохрепел жаб, словно очнувшись от транса. «Через несколько минут». Едва он это сказал, бармен схватил меня за шею и прижал головой к стойке. Стоявшие за моей спиной телепаты в считанные мгновения скрутили нас. Жаба оттеснили в угол, и я потерял его из виду. Меня же держали у стойки с заломанными назад руками двое змееподобных громил. Один из них залез в мой карман и вынул нож М-26. «Да зачем это все?» — схлепнул я. «Вы меня уничтожили. От меня ничего не осталось. Я бродяга ничтожества. Я не опасен». Много лет назад мне пришлось не сладко. Из популярного музыканта, медийной личности и голоса поколения я превратился в пустое место. Стоило лишь сказать что-то про этих головоногих. Дескать, они скоро поработят человечество. Я же тогда сидел на всяком дерьме. Вот под кайфом в интервью и ляпнул. «А люди боялись. Я не говорил за всех. Но купленные медийщики быстро перехватили инициативу. Меня тут же затравили за нетолерантность, раздули скандал, забайкотировали. Хорошо хоть жабик остался. Он-то мои слова всерьез не воспринял. Но я уже семь лет как не выходил на сцену. Группа распалась. Басист и ударник умерли от передоза, как написано в медицинском заключении, солист женил сановидящей. Я сначала играл на заказ богатым дядькам, скрипя зубами от унижения. Потом и этот заработок кончился, когда я в приступе наркотической абстиненции исполнил русское поле экспериментов на детском утреннике. Потом клиника реабилитации, сеансы групповой терапии, акции «Лаплосяне тоже люди» и прочая хрень. А в конце концов начал жить как человек. Иногда даже заходил на сайт Оракула и получал там за небольшую плату скромное предсказание. И вот вчера он поведал, что меня хотят убить. «И ты уже понял, кто именно», — вкратчиво шепнул мне на ухо бармен. Дверь открылась. В кафе вошел сам Оракул, головоногий моллюск. Скользкая сероватая кожа, глазки с мутной пленкой, выростки на лице, похожие на щупальца, огромная голова, присоски на длинных гибких пальцах и самый сильный в городе телепатический дар. Это был не человек. Это был самый уродливый и жестокий из Лаплосян и самый влиятельный. Он знал все о жизни города на месяц вперед. Половиной важнейших персон он управлял буквально, другая половина была лояльна к нему. Неугодных моллюск уничтожал. Все видящие работали на него. Он всегда очуял, в какую сторону дует ветер и умел не только подставлять паруса, но и строить ветряки. Оракул оскалил мелкие зубки и заговорил гортанным, булькающим голосом. «Я еще семь лет назад знал, что ты опасен. Знаешь, что бы случилось, если бы я не вмешался?» «Нас бы уничтожили. Люди и сейчас еще боятся, а тогда ты стал бы голосом поколения. Первым ты бы убил своего друга. Через год ты полез бы в политику, и на нас можно было бы ставить крест». Моллюск покачал головой. «Поэтому я и развалю твою карьеру». Я вдруг почувствовал, как в ладонь, скрученной за спиной руки, что-то уперлось. Попытался нащупать. Прежде чем пальцы узнали форму, я поспешил переключить мысли. Уж не знаю, поможет ли этот трюк против толпы телепатов, но не попытаться нельзя. Я сосредоточился на сожалении об утраченной популярности. Порабощение, убийство и силой мысли продолжал побулькивать головоногий. «Да люди умеют убивать не хуже нас. Месяц назад я увидел, как ты убиваешь меня. Снова ты, представляешь? Но теперь я вижу твою смерть. Пришлось постараться завлечь тебя предсказанием, подготовить таксиста, оставить подсказку, сбить с толку твоего дружка». «Зачем?» – выпалил я. «Почему не застрелить меня на улице? Взорвать мне можечок, как вы обычно это делаете?» «Вот в этом и заключается сложность», – озадаченно сказал он. «Тебя кто-то защищал. Шестеро убийц не добрались до тебя, и никаких следов. Даже мне не удалось определить, кто взорвал им можечок. Но теперь, когда здесь собрались все мои люди, мы можем закончить начатое и уничтожить мутанта». «Что?» «Ты такой же мутант, как и мы, но наоборот, уникальный в своем роде. Ты не восприимчив к нашим воздействиям. Именно твоя неуязвимость сделала бы тебя диктатором. Дело вовсе не в популярности. Тебя нельзя взять под контроль или выключить. Да, можно читать мысли, но что толку?» У меня пересохло в горле. «Значит, я такой же, как они. Что ж, об этом лучше подумаю потом». А сейчас меня больше волнует настойчиво скребущая мне руку железка. Я схватился за рукой от ножа пальцами скрученной руки. Бугай за моей спиной услужливо вложил мне ее в ладонь и ослабил схватку на предплечье. И тут я все понял. Едва я подался вперед, змееподобные верзилы отпустили мои руки. В мутных глазах моллюска мелькнул ужас. Он открыл рот и, жидко булькнув, умер. Я лишь услышал щелчок и словно со стороны увидел в сполох лезвия. На горле оракула вспыхнула алая горизонтальная полоса разреза. И он забился в агонии, дергая щу пальцами. Меня оглушили аплодисменты. Видящие ликовали. Я понял, что все это значило. Они, избавившись от настоящего диктатора, могли больше не опасаться перейти дорогу этому спруту. Но как? Я не мог толком сформулировать вопросы, мелькающие в моей голове, и ждал, что видящий ответит раньше, чем я скажу что-либо вслух. Овации стихли. За моей спиной раздался сиплый голос бармена. Мы месяц назад готовили эту операцию. С тех пор, как оракул увидел свою смерть, мы начали выезжать за город, где он не мог нас достать и договариваться о плане действий. А возвращаясь, усиленно думали о твоей смерти. Ты ведь знаешь, наличие множества телепатов в поле видения создает помехи. А направленной волны мыслей полусотни видящих хватило, чтобы пустить оракула по ложному пути. Это был самый сложный заговор в истории человечества. Но слишком долго моллюск держал нас за жабры. Он коротко усмехнулся. Извини, что тобой манипулировали. Тебя специально держали в неведении, чтобы жаб тоже был причастен. Это я убивал киллеров. Признался возникший рядом жаб. В основном я. Таксиста тоже. Извини, нас моллюск не мог прочитать от тебя вполне. Мы весь привыкли вести себя естественно, как думаем. Но не потому, что думаем. Ну, ты понял. Он засмеялся. А как же моя неуязвимость? А как же травля? Неуязвимость — это правда. Травля могла бы быть, сухо сказал бармен. Но все обошлось, когда мы... Он осекся. Теперь можно сказать, Эд. Со вздохом произнес жаб. Когда мы рушили твою жизнь, мы обезопасили себя от одной угрозы. Когда моллюск начал носиться с идеей твоего убийства, мы сделали из тебя самоисполняющееся пророчество. Ну, и избавились от второй. Теперь видящие могут жить спокойно и думать то, что думают. Да и городу пора немного стряхнуть с себя пыль. Я пнул неподвижное тело оракула. Голова моя была пуста. При всем желании эта толпа телепатов не могла ничего прочитать в ней. Хотя запоздалая мысль догнала меня при взгляде на обмякшее щупальце. Мне придется скрываться. И как прятать тело? Эд перегнулся через стойку, глядя на труп моллюска. Некоторое время он хмурил брови, а потом ответил. Скрываться какое-то время придется, пока мы все не уладим. И подумав еще пару секунд, загадочно улыбнулся. Ты, кстати, не хочешь отведать паэльи? Субтитры создавал DimaTorzok